Министерство финансов Крыма провело первые публичные слушания по проекту бюджета республики на 2016 год. В соответствии с республиканским законодательством, эта процедура является обязательной частью утверждения главного финансового документа Крыма. О результатах опроса, открытии бюджета и распределении средств на будущий год наш корреспондент Алексей Щербак. Как сообщила первый замминистра финансов республики Ирина Кивико, доходная часть бюджета на будущий год составит 67 миллиардов 400 миллионов рублей, расходная 86 миллиардов 700 миллионов. Дефицит, превышающий 19 миллиардов рублей, планируется покрыть за счет привлечения бюджетного кредита, а также за счет создания новых предприятий налогоплательщиков в свободной экономической зоне. Распределение денег между отраслями довольно нестандартное для крымского бюджета. Наибольший объем расхода планируется направить на образование 22 миллиарда 25 процента, здравоохранение 17,5 миллиардов 22 процента, национальную экономику, развитие отрасли 17,3 миллиарда 20 процента, социальную политику 14,8 миллиардов 17 процента, жилищно-коммунальное хозяйство 5,6 миллиардов 6,5 процента, реализация общегосударственных вопросов 3,5 миллиарда 4 процента. При этом свыше полутора тысяч крымчан, принявших участие в вопросе открытый бюджет, продемонстрировали другое видение того, как должны быть распределены бюджетные деньги. 27 процентов хотели бы их направить на развитие транспортной инфраструктуры, 19 процентов на развитие сельских территорий, 13 процентов на развитие курортной отрасли, 7 процентов на модернизацию ЖКХ и так далее. Какое несовпадение пожеланий населения с реальной бюджетной политикой, глава профильного комитета Госсовета Республики Виталий Нахлупин объясняет двумя факторами. Во-первых, большинство опрошенных представляло узкую возрастную категорию от 20 до 40 лет. А во-вторых, население больше волнует точечные тактические ходы, чем стратегические задачи правительства. Если бы этот опрос проводили в течение трех недель назад, поверьте мне, структура его была бы совершенно другая, все бы говорили об электроэнергии. Но никого же не нужно уговаривать на то, что нужно делать МОС, никого не нужно, нет. Для нас, для правительства, это цель стратегическая. Для населения мы уже четко обозначили, когда он будет введен в эксплуатацию в конце 2018 года. Поэтому на это никто не обращает внимания, это подразумевается само собой разумеющееся дело. Первый тур публичных слушаний по проекту бюджета прошел достаточно успешно, считают их организаторы. Хотя в будущем рассчитывают на большую активность участников. Алексей Щербак, Иван Ковалев. Время новостей.